Вот пришли в сад. Морсёнчик попросил, говорит, хозяин, своди нас, хотим в листико Марсюха побегать. Вот как они, смотрите, мне нравится. А у нас тут аномалия, я уже говорил, ну ещё раз повторюсь, аномалия в каком смысле? Ежевика надумала вдруг к осени дать ещё один урожай. Смотрите, и притом не шутейный урожай, самый настоящий. Гляньте, на Мирка, вот Мира снимет пробу, ешь. Но она кислая, кислая. Я тоже попробовал, даже Мирка не стала. Ну что, у нас тут из питания остались. Пошли, одни унаби. Пойдёмте, угощу вас. Хотя они сами могут угоститься. Идите, быстрей. Но без меня они не хотят. Марсюнчик, быстрей, а то Мирка всё съест. Вот это вот они любят. Вот смотрите, уже метёт. Раскусывает и шурует. А я тоже вам покажу. Вот такой плодик. Ну я показывал уже миллион раз. Картошка. На вкус сладкая, сладкая притом. Немножечко с кислинкой, но вкус просто обалденный. Ну честно скажу, обалденный. Кисло-сладкая, даже не кисло, а с кислинкой. Приятная настолько кислинка, что она не даёт приторности. Мирка тоже балдеет от этих вот, ну как их назвать, плодов. Тогда хотела ягодницкая. А журик он городской, неприученный. Хотя, как он городской? Вырос он в Кавказской. Ему было три месяца, когда его привезли сюда. Или два месяца, ну маленький. А потом уже, когда ему было три года, Маша забрала его, или два года, два с половиной года. Забрала его в Краснодар. И он там периодически жил. А сейчас она не может, потому что работа в ней увеличилась, добавилась нагрузка. Ну, нам его. Ну, на постоянку, что ли. Ну, то она, получается, в аренду убрала, а тут вернула аренду. Аренда! Пошли! Бегом! Мирка, самая последняя. Мира, пойдём, Мирочка. Мира, пойдём, я лучше вас инжиром угощу. Мира! Пошли, Марсюха, бегом! Пошли со мной! Пошли, идём по саду. Пойдём за инжирчиком. Этот инжир будет сто процентов после того, как Наталья Белова мне сделала замечание, что я жопки отдаю Мирке, а сам съедаю сердцевинки. Ну, как-то у меня шевельнулась совесть. Чё-то я подумал, думаю, ну да, как-то я, получается, обделяю братьев меньше. Ну, ладно, так и быть. Отдам Мирку серединку, а себе жопку возьму. Ну, только, конечно, жопку-то не ту, ну, в смысле, что с инжиром. Так-то у меня жопка и другая есть. Я думаю, вы знаете, какая жопка, которую я всё время снимаю. Вот там мне, а им вот так и быть. Отдам от инжира. Что, пришли? Сейчас покажу теплицу нашего, вот такая, видите, космический корабль. Ну, или обсерватория, как я называю. Пошли, заходи. Бегом. Вот здесь. Ну что, смотрите. Гляньте, гляньте, вот она сама отрывается. На, иди. Это тебе, это знаешь что? Наталья Белова и двое её друзей. Вот она, если б не она, так бы тебе и были бы вот эти жопки. На тебе. А тебе не надо, ты всё равно не ешь. Так, ну, вы же поняли, на что я променял инжирчик. Да, надо уже убирать урожай. А вот на улице сейчас 14 градусов, а сейчас посмотрим, сколько в теплице. 27. И поэтому здесь она, ну, как бы, способствует созреванию вырожая. Смотрите, сколько. Ой-ой-ой. Это, это, честно говоря, вторая половина октября. Гляньте, земляне. Вы смотрите, что творится. Полно. О, полно. Это надо, это надо с ведром сюда приходить. А вот это кто будет ездить? Глянь. Мира, быстрей. Понимаешь? Всё надо показать. А ты давай лови своих ящериц. Вот тут они бегают, да. Хрюкай. Гляньте, сколько. Вот тут каждый листик вот открываешь, видите. А за ним, смотрите. Открываешь. А там. А там. И вон ещё. И вон. Полно везде. Да, в этом году просто не бывал урожай. Это всё потому, что вот теплица. Она помогает. Созревание. А так, уже, у кого нет теплицы, минжир уже весь оплодоносил. Убрали его, собрали. Ну что, пошли? Поели? Пошли. Пойдём назад. И что такое взгляд? Марсюха. Почему мы так смотрим? Видите, куда он смотрит? Там же, наверное, весь мир знает, что вот в этой коробочке самое ценное. Самое ценное, что есть у нас, это вот рыбий корм. Кто его назвал рыбий? Я бы сказал, что это бульдожий корм. Он никак не похож на рыбий. Так, надо им было в разные места насыпать. Переименовать надо. Да, аккуратненько. Марсюха, на. Меха, быстрей. Пока их там нету, давай тебе. Да, на. На, Марсюха, тебе пока Жорик не видит. Жорик, на тебе. На, Жорик, быстрей. На. На, пока Марсюх не видит. На тебе, Марсюмчик. Пока Мирка не видит. Всё. Пришла Мирка. Вот такой рыбий корм. Всё, закрыт магазин. И инжирчику поели, и корма поели. Ну что, надо идти. Уже домой. Нагулялись сегодня. Всё, всё, Марсюна. Всё. Пошли. Пошли, глянем. Может быть, Кузю увидим. Ну что, мы рядом здесь. Может быть, он явит себя в человечество. Взял моду. Вот он, маленький, видите. Вон, осетрёночек плывёт. Это не Кузя, это какой-то музя или пузя. Гляньте. Вот он, малышок. Вот он. Красивый тоже. Ну а Кузя-то в 10 раз красивее. Ну, конечно, не Марсюха и не Мирке. Какие-нибудь там карты. Только в воду не заходи. Мирка! Мирка, нельзя в воду. Фу! Всё. Пошли. Уже холодно. Вот сейчас. Вот я не могу резко камеру поводить. Она через него вот так вот перепрыгала. Через Марсюха. Я впервые такое увидел. Сошли. Всегда что-нибудь необычно увидишь. Только встывай камеру поворачивай. Ну, нету. Здесь Кузя. Вот. Смотрите, дно такое прозрачное. Видите. А Кузя на дне. Как его отсюда достать? Как показать его человечеству? Ну, ладно. Пойдём. Неглядемши Кузю. Жоржик доедает. Там остатки рыбы кормим. Рыб мы сейчас не кормим. Температура воды упала. Ну, когда ниже 10 градусов вода, а они уже рыбы не едят кормим. Ну, не знаю. Вон, видите, лежит тут. Белый. Это корм. Вот Серёга накидал им. Вот он. Видите? Всё это корм. Вон нетронутый. О! Вот он хвост. Вон Кузя. Вон. Видели? Ох ты, красавец. У меня аж дуб замерло. Пока я тут показывал свои травоядные. Сейчас, может быть, он ещё. Хотя бы хвост явит. Попытаюсь. Вот он так красиво, грациозно. У него. Раз, выкидывается. Так. Подождём. Марсюнчик, иди быстрее. Подходи. Марсик. Марсик. Иди сюда, быстрее. Марсик. Ну что? Ну, давайте, если посчастливится, увидим. Красоту эту. Он же не будет там вечно сидеть. В этой яме. Ну, иди сюда ближе, Мирка. Мира. Вот он, вот он, вот он. Гляньте. О! Вот он опять хвост. Видите? Красота. Ай, красотец какой. Пошли. Пойдём. Всё. На. На тебе. Тут такие плоды растут. Не знаю, зачем. Указки, наверное. Надо в школу сдать. Держи. Держи. Эстафета. Не хочет. Указывать. Учителя. Куда? Мы уже там были. Пошли назад. Всё. Идём назад. Идём. Всё. Домой. Всё. Прогулка закончилась. Идём мимо Белолиски. Мирка. О, какая белая листочка. Гляньте. Какое грандиозное дерево, а. Хотели сегодня марсюнчика на Марс запустить. Собирались уже всё. И вот мимо магазина проехали. Хотели колбасы взять, дорогу. Но он сказал же, что без колбасы не полетит. Ну, что-то знаете как. Посмотрел я на Лирика, на его умылку. Когда я так поделился, я говорю, Марсика будем. И как глянула я на Лирика, и вы знаете, что я на лице его морды прочитал, а? Хозяин, послал бы ты их всех бы туда. Это, конечно, не мои слова. Кто-то из подписчиков стал. Ну, Лирок тоже может читать мысли. Послал бы ты туда всех. И Жорика. И Марсика. Ну, кроме Мирки. Мирку он почему-то решил оставить. А я бы так себя спокойно чувствовал здесь. Один. Вот она и стоит, ракета. И ждём. Часа. Ну, сейчас я, честно говоря, знаете, почему не запускаем? Потому что Марс стоит далеко от Земли. Противостояние очень далёкое. И понадобится много горючего. Может просто не долететь. Поэтому мы не будем рисковать. А то колбасы хватит, а горючего не хватит. И застрянет он где-то между Марсом и Землёй. И как его потом обратно вернуть? А как без Марсика земляне? Я думаю... Масёнчик. Наверное, плохо без тебя будет, да? Кто-то расстроится. Не, кто-то, конечно, обрадуется. Кто-то. Где этот кто-то, кстати? С нами ушёл. А не пришёл. Вот, смотрите, какие листики красивые. Видите? Белая листочка. Она над Кубаней у нас растёт. Очень большое дерево. Очень. Вспоминаю себя. Вот пять лет назад вот такую вот палочку я здесь воткнул. А теперь смотрите, какое дерево. Знаете? Вон, видите? Вот. Уже большое. Всё растёт. Ну что, пошли? Пойдём. Нас там уже ждёт еда. Будем есть. Жорик, не отставай. Алирок с нами уходил. А куда он? Делся? Серёги нету сегодня. Отпросился. Пошли. Пойдём. Посмотрим, где же Лирик. Купаться уже рано. Купаться уже рано. Уже поздно. Ищи, Лирочка. Лирочек, ты где? Ну что? А я же показывал, что рыбы живут, оказывается, вот здесь, под ступеньками. Здесь ты посмотришь. Вот, смотрите. Видите? Гляньте. Гляньте. Вот я стучу. Видали? Спугнул. Вот мы теперь знаем, где у нас рыбы зимуют. Один лирочек. А ты всё прозевал. Жорка, а мы видели, как рыбы из-под ступенек выплывали. И мы теперь знаем, где рыбы зимуют. Ну что? Заканчиваю видео, да? Пойдём. Виктория там уже разогрела еду. Как хорошо в саду. Тихо так, спокойно. Как не хочется уходить. Слышите? Только собачка где-то галкает. Даже три мира не поют. Ну что, пошли. Зато я узнал теперь, как называется вот это дерево. Кустарник. Правда, узнал и забыл тоже. Как-то мне её рассказал. Но это, в общем, не рябина. Это по-другому называется. Я таких два дерева ещё заказал. Посадим там. Ну там. Так, команда! Со мной! Сейчас они подкушают. Мирка, подкрепись, да. Марсик! Лирик! Лирик! Быстрей! Лирочек! Лирочек! Ох! Лирочек этот. Вот теперь надо идти и убедиться, что Лирочек сидит в будке. Если его в будке нет, значит он остался в саду. А в два часа ночи оттуда будет доноситься пение, каруза. Он сильно боится кричать, потому что я на него сейчас сразу накинул. А, Лирок! А, Лирок! Ты дома! Ну всё! С прибытием! Ты же с нами пошёл, а вернулся почему один? Какой ты лирочек некомпанейский! Вот ты прилип к этой будке. Ты как, знаешь что, как улиточка. Ну, он тоже счастлив, тоже доволен по-своему. Знаете, если бы ему хотелось бы общения, он бы его имел бы. Никто не против. Ну, он сам просто такой самодостаточный. Вот он погулял, вернулся и всё. А мы ходили ещё два часа по саду. А он, может быть, часик-полтора побегал и вернулся. А теперь будет спать. Ну что, Лируха? Сиди в своей будке. Ну что, нагулялись? Всё, хватит на сегодня. Жарко. Мирка. Всё? А я ещё разочек покажу. Вот все красоты наши. И ещё раз повторю, что это вторая половина октября. И вот у нас здесь вот так вот. Видите? Вот такие вот у нас здесь вот розы. И вот так вот, видите?